Писатель и юрист Николай Кайферин красиво сделал публикацию, название очень красивое, Венеция смерти и любви. Но я тут сейчас вспомнил другую сторону Венеции и написал эссе «Венеция – меркантильный город». Ну, прочтем небольшой предфрагмент Николая Кайферина, чтобы зарядиться таким поэтическим чувством к Венеции. Венеция – это путешествие в сказку. Нет в мире другого такого города, который бы вдохновлял поэтов, писателей, художников, кинематографистов. Нет лучшего города для влюбленных. Но не только влюбленные выбирают Венецию для свадебного путешествия, Венеция выбирает и те, Венеция выбирает и как место последнего своего земного путешествия. Бессмертный прах – такова формула, выражающая взаимосвязь жизни и смерти в Венеции. Сейчас в Венеции проходит традиционный ежегодный карнавал. Приехать на знаменитый карнавал считается престижным. Приезжают туда и русские богатеи, что, принарядившись за тысячи евро, поблистать в средневековых нарядах. В маске Венеции имели целью скрыть лицо. Этим активно пользовались не только влюбленные, но и преступники. Вот. Ну и так далее, и так далее. Ну что же, я читаю свое эссе. Венеция – место стяжательства и наживы. А вот Бурану – тысячелетний город художников. У меня там был конфликт с полицией в Венеции, которая шла на поводу гондольеров. И которые не давали немецкому художнику, а потом и мне, когда я возмутился их поведением, рисовать. Так как вдруг купят картину художника вместо того, чтобы ехать на лодке с гондольерами. Они подскакивали к немецкому художнику и вырывали у него картины с мольбертика и делали движение, угрожающее об колено, и красноречивое движение полета, обломков в канал. Ну как я мог не вмешаться? И я их отругал, потрясая казательным пальцем, угрожая встрече в Страсборгском суде. За это нас обоих полиция оторвала от рисования и задержала. Все это я мельком изобразил в фильме «Улочки, идущие к морю». Или «Итальянская тетрадь», другое название. Здесь я читателям показывал свой пейзаж венецианский. И когда меня жена оставляла его рисовать, она говорила, а толпа не будет мешать тебе? Потому что каждую секунду 30 человек шло в одном направлении и 30 человек в другом. И едва-едва разглядел, как набережная устроена, где какой фонарь стоит. Перед мной было два фонаря, как лодки выглядят из-за пирса, как на том берегу стоят домики, что они обозначают. И поэтому то, что я разглядел, потом заграживать снова толпой для правдоподобия, конечно, мне не хотелось. Мне хотелось, чтобы читатель, зритель мог бы увидеть этот пейзаж. Правда, стоял нищий, очень долго около фонаря, сложив руки в молебни и обращаясь к голову к Богу. Но я не взялся его рисовать, хотя он очень просился на картину. Потому что я догадался, что как только я начну его рисовать, как он тот час скажет, что мне пора идти, если хотите продолжать, то заплатите мне деньги. Так что я изобразил спокойный пейзаж, венцианский, без этого театрального нищего. Но вот мне еще как-то попали страницы Диккенса, и которого тоже обокрали в Италии, как и меня. И полиция опять выглядела неблаговидно в рассказах Диккенса. Через Болонию и Ферраару, Чарльз Диккенс. Но что стоит вообще ложное искусство Италии эпохи Возрождения, которое потом заразило всю планету этим ложным, ненужным искусством. И по всей планете стоят Академии художеств, художественные институты, где преподают никому ненужное мастерство рисовать пятки и локти в самых разных ракурсах. Все это никакого не имеет отношения к искусству, а всего-навсего технологии живописи. По этому поводу у меня есть такое эссе, видео, которое называется «Как я не понимал эпоху Возрождения». Меня спросила журналистка, берет интервью на ВКТ, попадалось ли вам такое искусство, которое вы не понимали? Да, сказал я, попадалось. Это вот как раз эпоха Возрождения. И разобрался я с этой эпохой Возрождения только тогда, когда увидел один и тот же сюжет, как его нарисовал Боттичелли и как его нарисовал Леонардо. У Леонардо было Благовещение, а у Боттичелли была только видимость Благовещения. Еще лучше видно, что это Пронера, ловкий Боттичелли, когда он рисует Богородицу и поклонение волхвов, а вместо поклонения волхвов он рисует променад богатых первых людей Венеции. Так же Петербург мне наш скучен, как скучна мне, мягко говоря, Венеция. Почему? Потому что это город богатых. А богатых окружали всегда парамиры, художники и архитекторы. И поэтому, мягко говоря, этот город вызывает у меня смертельную скуку. Да, он нарядный, как бывает нарядный торт, но я понимаю, что тортом не наешься, что торт не питательная вещь, что это легкое развлечение. Чтобы наесться, надо съесть кашу, борщ, котлету, картошку и так далее. Так же Петербург мне скучен своей профессиональной архитектурой, рядом с купеческой, веселой Москвой, где строили кто во что гораст. И вообще это город массовой смерти, Венеция. Потому что если там нет искусства, но есть декорации, имитирующие искусство, то это же смерть. Так что это город массовой смерти, массовое искусство, распространяемого институтами и бизнесом. В этом смысле прав Ницше, когда он говорит, что гений как бы и больной, и вещи близкие. Да, если он меркантильный, этот гений добавил бы я. К тому же он не только больной тогда, но и мертвый. А вот истинный гений, конечно, и жив всегда, и вечно он является источником вечной жизни. Вечно нас зовет к жизни. Посмотрев картину Рембрандта или Леонардо, хочется жить и ожидать удивлений от этой жизни. Праздничных удивлений, которые нас поджидают где-то впереди. И вот совсем другое дело. Несколько километров от Венеции, остров Бурана, 20 минут на катере, мимо острова, где скучает могила Бродского, и вдруг город, где делают крыжево издревле. Город художников. И также на каналах и на воде трехэтажные дома создателей крыжевного искусства. На протяжении многих веков. Как этот город прекрасен. Потому что он построен не архитекторами и профессионалами, которым пыль бросает в глаза, а обычными человеческими руками людей. Нет ничего лишнего. А там есть ощущение радости. Потому что эти обычные человеческие руки, но которые еще творили красоту в кружевах, и возили все это в Венецию. Да, это действительно волшебный, рукотворный, сказочный сон. Буран. 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 Играет музыка 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 Играет музыка